Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Запрет на транзит украинских товаров через Россию нарушают нормы Всемирной торговой организации. Действия Москвы оспорят в ВТО. При этом Украина не введет ответные меры. Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Китай и все другие страны, через которые идет транзит в Российскую Федерацию. Переночевать в тюремной камере, но не потерять свободу, предлагает немецкая семья в Берлине. Бывшее исправительное учреждение ГДР теперь превратилось в отель. Там можно вспомнить о несчастных узниках и порадоваться падению тоталитарных режимов. Подробнее об этом далее. Необычный отель находится в самом центре Берлина, в нескольких километрах от Александрплац. Называется он «Другой дом 8». Здесь уже не увидишь прибитых полукроватей и столов, маленьких шреп и потолком вместо окон. Но интерьер в номерах очень простой, и все детали напоминают о свободе. Мы думали, что сделать с этими камерами. Здесь должны быть ванная комната, свет, движение, открытость. Именно поэтому мы повесили такие лампы, специально поставили кровати у окон, где больше света. Когда-то здание служило в тюремной больнице в городской колонии Румельсбург. Во времена нацизма сюда отправляли так называемых антисоциальных элементов. При коммунистической власти тут содержали западных немцев, устраивших побег восточных жителей ФРГ. В подвале отеля владельцы сохранили комнату тишины. Она предназначалась для более строгого содержания узников. Здесь всегда стоят стулья в память о неизвестном заключенном, лежит моток колючей проволоки и горят свечи. История здания так тяжела, что мы захотели оставить место, где можно было отобразить некогда происходившее. В то же время мы можем ощущать свободу и не думать об этом в других частях дома. Большинство постояльцев приезжают из западной части Германии. Некоторых интересует история страны, а некоторые когда-то сами вписали строки в её страницы. Хартмут Рихтер провёл пять лет в стенах страшной тюрьмы за содействие побегом восточных немцев. Его свободу выкупило правительство ФРГ. Я очень благодарен госпоже Бетекс. Нам нужно помнить о происходившем. Распахнувшаяся перед бывшей тюрьмой калитка по-прежнему выглядит зловеще. Но ничью свободу она больше не ограничивает. В ближайшие дни в Украине стоит ждать небольших снегопадов. Об этом предупреждают в Укргидромедцентре. А с 23 января прогнозируют значительное похолодание. Температура опустится до минус 13 и минус 19 градусов ночью. На левобережье местами по ночам минус 20, минус 25. Поглощение мировым океаном тепла выросло за последние 18 лет в два раза. Его проникновение в водные слои стремительно увеличивается дальше. Американские ученые говорят, примерно 35% тепла, которое поглощает океан, проникает на глубины ниже 700 метров. Прогрев вод ведет к необратимым изменениям климата. Таяние ледников также грозит уменьшением мировых запасов пресной воды. Островные государства из года в год теряют часть своих территорий из-за подъема уровня мирового океана. Страдает и биосфера. Сокращается популяция животных, обитающих в холодных водах, морей и океанов. 20 января Меркурий, Венера, Сатурн, Марс и Юпитер станут в один ряд. Планеты можно будет легко увидеть невооруженным глазом. Такое происходит впервые за 10 лет. Явление продлится до 20 февраля. Это были все новости на данный момент. Больше информации в 19 часов. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok